У нас ещё осталось полчаса для проведения дискуссии. И если у сидящих в этом зале есть желание высказать какие-то, но очень коротко, естественно, не доклад, а какое-то резюме по поводу тех докладов, которые мы заслушали, пожалуйста, кто бы хотел из присутствующих сказать или, может, уточнить, у докладчиков есть какие-то? Я к чему... Да, пожалуйста, пожалуйста. Мне очень приятно выслушать действительно очень интересные доклады, очень интересные сообщения опытом, поблагодарить всех, кто поделился собственным опытом. Но вот я хотел бы так оценить, скажем так, мы сегодня рассматривали в большей мере местно распространённый рак лёгкого. То есть это третья стадия. И вот что делать с первой стадией, практически всем уже известно. Нужно выполнять лобэктомию, лучше торкоскопическую, может быть, в виде ассистированную. А вот что делать с третьей стадией, нам неизвестно. Поэтому есть очень активная тенденция заменить хирургию просто химио-лучевой терапией. Говорят, появились ряд работ, которые свидетельствуют в пользу того, что третья стадия, она соответствует выживаемости, если проводить просто химио-лучевую терапию. Я думаю, что здесь в зале мало кто согласится с этой теорией, потому что просто химио-лучевая терапия, к сожалению, в очень редком проценте случаев, порядка 20%, можно рассчитывать на эффект, длительный эффект. И то, что Андрей Валентинович сегодня показал, что после самостоятельной химио-лучевой терапии возникает рецидив, даже вроде бы как при полном патоморфозе, вроде бы рентгенологически, но появляется рецидив в средстве биологии опухоли. И, конечно, здесь одного хирургического воздействия при третьей стадии однозначно недостаточно. Понимая, что имеется стратегия индукционной химио-лучевой терапии для уменьшения размера опухоли, для девитализации опухоли, чтобы опухоль была не настолько агрессивна при контакте с ней, в принципе, логично предположить, что и имея свой хирургический уже арсенал, и мы уже знаем, как Александр Александрович сказал, что нет проблемы несостоятельности швов культибронха. Я очень рад за них, я правда очень рад, что несостоятельности нет, но в принципе они существуют, я могу так сказать. И я хочу повторить слова Николая Николаевича Путова, когда я защищал докторскую диссертацию, он вышел и сказал, говорит, вы знаете, а у меня нет несостоятельности уже 25 лет, все так зал затих, почему нет 25 лет, потому что я 25 лет не оперирую. Поэтому я хочу сказать, что у всякого оперирующего, особенно пневмоноктомия справа, как бы мы хорошо не укрывали, как бы мы хорошо не обрабатывали, какой бы у нас не был, скажем, стиль дополнительного укрытия, все равно они будут эти несостоятельности. Другое дело несостоятельность, и бронхоплевральная фистул, это совсем другой вопрос. Но я сейчас о другом, что если мы хотим, чтобы нас воспринимали серьезно, то нам нужно объединиться в хорошую компанию, и все заинтересованные, чтобы это было, все заинтересованные в этом, причем здесь должны быть рамки абсолютно открытыми, оговорить условия участия в рандомизированном исследовании. Индукционная химия-лучевая терапия 40-грей вроде бы как и мало, но если мы говорим о 60-греях, то есть это практически самостоятельная лучевая терапия. Вот здесь нужно уже поговорить и с радиологами, что может быть, вот как с Ансанычем я перекинулся в перерыв, что они сразу в течение нескольких дней после лучевой терапии сразу оперируют, они не выжидают этого месяца, как после индукционной химия-лучевой терапии. Может быть, в этом кроется, так скажем, успех, что нет несостоятельности. Но если после 60-грей оперировать, это однозначно будут проблемы, будут то, что Томпсон с компанией 25 институтов в Германии показали, что основная проблема – это несостоятельность швов культибронха после пневмонектомии, при третьей А, третьей Б после химия-лучевой терапии. Поэтому вот мое предложение все-таки обдумать с химиотерапевтами, с радиологами протокол индукционной химия-лучевой терапии и рассматривать ее, может быть, не 40-грей, а больше, с учетом уже известных предиктивных факторов ответа на химия-лучевую терапию, и только эту группу включить в исследование, а те, которые без, так скажем, ответа, просто выполнять либо хирургическое лечение, либо самостоятельную химия-лучевую терапию. И тогда мы покажем совсем другие, у меня такое представление, ощущение, что будут совсем другие результаты. Поэтому у меня предложение объединиться и выполнить настоящее российское рандомизированное многоцентровое исследование. Причем настоящее рандомизированное пациент не будет знать, он пойдет по пути индукционной или химиотерапии, либо сразу его прооперируют. Для этого нужны согласия, и весь этот, в принципе… Улыбаетесь, да. Да, давайте. Говорите тогда. Спасибо. Да, пожалуйста, Петр Казимирович. Главный фсидиатр Министерства здравоохранения. Так я понимаю? Остается это? Алексей Степанович, вы неисправимы. Главный таракальный хирург Минздрава. Ой, простите. Я хотел поблагодарить всех докладчиков, организаторов, за возможность участия в этом симпозиуме. И хотел сказать, что мне страшно понравились доклады по форме и по такому куражу. Ну, мне кажется, онкология давно является триггером для активных таких хирургов, побудителем новых технологий, если хотите, такой агрессии, куража хирургического и так далее. Но есть вещи, которые меня немножко встревожили, я хотел бы ими поделиться, потому что, мне кажется, сегодня в погоне... Да, по существу наш симпозиум сегодня явился продолжением недавнего европейского форума, который назывался «Хирургия, когда правил нет». Вот когда правил нет, ну, когда они кончаются, когда они не наработаны. И вот это, может быть, требует какого-то более классического, я бы сказал, такого петербургского, если хотите, даже подхода. Я считаю себя воспитанником нашей школы таракальной хирургии. И перед тем, как планировать какие-то рандомизированные исследования, давайте все-таки оглядимся по отсекам. Мне очень не нравится нигилизм ряда авторов, которые сегодня практически не говорили об Н2. Мне не нравится утверждение Андрея Леонидовича о том, что он вообще скептически относится к медиазоскопии, которая во всех руководствах является золотым стандартом в стадировании вообще. Мне не очень понятно, что лежит в основе нашего хирургического куража, кроме того, что мы жертвуем только нашим пациентам. И вот мне хотелось бы, чтобы пальму, вот этот вот флаг этот, взяли в руки все-таки онкологи, которые нас действительно часто поругивают и по делу, когда мы не то оперируем, не тех оперируем, не тогда оперируем, не в той компании оперируем, не с теми советуемся и так далее. Но, коллеги, сегодня же здесь выступали онкологи. Так, коллеги, кто нам запрещает в носу ковыряться, если вы сами ничего не соблюдаете? Это такой общий вопрос. И я бы хотел, понимаете, вот не надо отбивать руки активным хирургам. Мы же понимаем, что кроме всех возможностей еще есть конкретные, ну, мануальные возможности конкретного человека. Но, с другой стороны, давайте выработаем правила. Давайте напишем совместные клинические рекомендации. Вот я как главный торгальный хирург Минздрава докладываю. Мы выпустили 12 национальных клинических рекомендаций. 12. Ни одного по онкологии. Нам запретили. Но я каждый раз в любую группу рабочую включаю кого-то из онкологов. Скажите, кого вы пригласили из торгальных хирургов в те рабочие группы, которые писали национальные рекомендации по онкологии? Я не знаю ни одной такой фамилии. Ну, вот я очень благодарен Олегу Валентиновичу, который с нами сотрудничает. Но мы как-то редко встречаемся все вместе. А мне кажется, что проблемы-то одни. И тогда, глядишь, как-то и пользы будет больше. И мы, может быть, друг друга будем нефтезиатрами представлять. Да, я работаю в институте физиопульмонологии, но мы много чего оперируем. И я приглашаю вас, Алексей Испанович, пожалуйста, мы вам покажем все, что мы делаем. Но это не в оправдании, коллеги. Если хотите, пусть это выступление добавит, может быть, агрессии онкологам. Пожалуйста, вызываем огонь на себя. Но давайте работать по одним правилам, по одним книжкам. И, кстати, по вашим статьям, по нашим... Понимаете, я когда-то страшно возмущался немножко консервативным выступлением наших лидеров. Алексея Испановича, Владимира Григорьевича. И думаю, ну, хочется рвануть чего-то. Ну, рванули. В только скопию рванули, в роботы рванули. Ну, коллеги, принципы онкологические остаются. А сегодня уже, оказывается, резицировать можно, рестадировать можно. Ну, где же правила? Алексей Испанович, вот я хочу, чтобы президиум расставил акцент. Спасибо. Я считаю, что выступление Петра Казимировича... Во-первых, я, извиняюсь, много оговорился. Но мы много лет вместе сотрудничаем по диагностике и так далее. Я хочу сказать одну вещь. Вот в этом зале не так много людей, думаю, нет. 55 лет назад, когда мы начинали татаракальную хирургию, если бы звучали такие доклады на онкологическом форуме, они бы вызвали шок. В те годы было совершенно четко в Министерстве здравоохранения с участием ведущих онкологов установлены правила игры. И там было сказано, какие можно апеллировать, какие там облучать и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, когда мы видим и слышим порой вот такое, почему я сказал, что лечение множественных метастазов ведущим является хирургический метод, это не совсем так. Сегодня многое изменилось, конечно. И сейчас, потом мы вам дадим. Очень многое изменилось. Изменились подходы хирургические. Сегодня изменилась хирургическая техника. Появились совершенно новые аппараты. Я не говорю. Сегодня изменилась и лекарственная терапия, которая используется при лечении рака лёгкого. Появились таргетные препараты, которые тоже резко меняют. И вот в этом контексте, конечно, использование хирургических методов, оно действительно является на сегодняшний день актуальным. Я абсолютно согласен с Евгением Владимировичем. Сегодня у нас есть все возможности. Ну и реальные, так сказать. И вот у меня есть конкретное вот такое предложение. Поскольку у Евгения Владимировича замечательные личные контакты с москвичами, с томичами и везде. Может быть, мы, как сессия форума, предложим ему быть координатором. Это не руку координатору вот этих рандомизированных исследований. Они могут касаться не только химиотерапии. Это касается и дополнительных сочетаний хирургических и дополнительных методов лечения. Но чтобы мы работали по одним правилам. Туда должны включаться только чрезвычайно отобранные, обследованные больные. Чтобы потом, после завершения этой работы, мы могли сказать, вот такой метод использования тех и тех, он эффективный. Сегодня мы имеем очень разрозненный. Да, естественно, гипертермия, появилось очень много работ. Ну, поверьте, то еще эти работы не имеют такого, ну, если хотите, всесоюзного или всемирного значения. Но они интересны. Опять же, я хочу вернуться к фотодинамической терапии. Поверьте, так получилось, что мы в институте впервые стали заниматься в таком углубленном. Мы работали вместе. Ну, вы помните, сколько стоили препараты для фотодинамической терапии? Они только производились за границей, и мы не имели возможности в советское время реально покупать. Сейчас много появились отечественные препараты. Почему бы не взять по единым стандартам, отработать протокол, и чтобы несколько учреждений онкологического, если надо, хирургического профиля. Ради Бога, Петр Казимирович, ведь сегодня у нас никто не запрещает, скажем, выполнять те же вмешательства у вас по поводу опухолевых заболеваний. Но надо, чтобы мы работали по единым стандартам. Оценки степени распространения, определение морфологической структуры до начала лечения, после, какие эти. Наконец, сегодня, кроме гистологического, морфологического исследования, появились такие как иммуногистохимические исследования, как генетический анализ, который меняет очень, и тогда мы не будем задавать вопросы, как вы думаете, эта биологическая активность сказалась на отдаленных результатах или метод лечения. Если мы будем обследовать больного должным образом, мы получим однородную группу, и сопоставление в этих группах позволит ответить на те вопросы, на которые мы еще не можем. Вот Андрей Ленич говорит, он был вначале пессимистом, затем оптимистом в отношении фотодинамической терапии. я скорее пессимист и сегодня к этому, но сейчас, да, с удовольствием. Дело все в том, что мне думается вот очень интересные все доклады, ну, скажите, вот, когда мы делаем операции с искусственным кровообращением, это ведь очень затратные операции, это очень большие. Если мы будем до операции иметь биологические показатели, мы тогда можем совершенно четко сказать, этому больному попытка вот таких мешателей оправдана, а иногда это, извините, деньги на ветер. Поэтому давайте вот будем находить какие-то единые точки соприкосомения. Поскольку Евгений Владимирович я уже его предложил, он согласился, поэтому послушаем. Я сейчас не из-за этого пришел, я говорю, что вот относительно, может быть, упустил, относительно ваики, да, очень прекрасная идея и прекрасно, но всякий вот такой маневр хирургический, экстра-хирургии должен обоснован быть с точки зрения наличия у пациента светлого окна впереди. Шанс. Если по имеющимся прогностическим данным, уже сейчас есть и БСЛ-2, уже есть те данные, если мы говорим о раке легкого, есть методическая активность опухоли, есть наличие индукционно-химиолучевой терапии в анамнезе, вот тогда, наверное, и отсутствие эффекта, вроде бы, и этично предложить пациенту пройти через этот высоко рискованный метод, правильно, но всякий раз, когда мы идем, мы, например, выполняем панплевропневмонектомию с метастазами по плевре, мы сначала оттестируем пациента с точки зрения известных маркеров биологических, что у него есть окно впереди, тогда мы выполняем панплевропневмонектомию с гипертермической перфузией, и понимая, что у пациента биология опухоли, насколько нам известно, в принципе предполагает, и уже известно, эти 13 генов, которые способны в течение года после операции пациенту обеспечить рецидив, если у него есть активность этих 13 генов. Но я относительно медиастеноскопии, я бы не стал говорить, вот в Европе или в Америке уже показано, в Европе и Америке работают по другому принципу, каждая операция это деньги. Я как онколог с точки зрения медиастеноскопии могу не совсем согласиться, если мы пациенту планируем выполнить, например, лоб или пневмонектомию с медицинальной лимфдисекцией, и как мы говорим, да не в дай бог, мы вскроем опухоль, не дай бог, основное правило онкологии футлярность и фасциальность, и мы должны уйти в блоки, а если мы выполним на дальнем, на только раннем исследовании медиастеноскопию и покусаем метастатические лимфоузлы, мы открываем полностью средостение для обсеменения этой опухолью, я соглашусь, если пациенту планируется консервативная терапия, химиотерапия, лучевая терапия, но если мы планируем хирургическое лечение, вот насчет медиастеноскопии, и здесь я не нов, есть медиастенальная лимфоденектомия блоком, то есть удаление всех лимфоузлов, не отщипывая и не раскрывая ворота метастатические, тогда, вот я думаю, это оправдано, поэтому с точки зрения онкологии я не могу понять, честно сказать, наличие медиастеноскопии в абсолютном показании при третьей стадии с подозрением на лимфоузлы, если мы планируем хирургическое лечение, то мы обсеменяем средостение, а потом еще и оперируем, ну я может быть преувеличиваю знание такого опыта, опустимся, опустимся, я вам подаю с гемографией на эту тему, вы можете сделать, вы кстати писали лицензию, я думаю, что есть просто это стадирование, я не знаю, что мечтать не единственный, но здесь не инвативный, здесь инвазивный, здесь слава богу, разный, но сегодня послушаются молодежи, а кто и спросит, что в Новосибирском областном диспансере вообще не делается никакой стадирование, они слушают вас, а потом где тут работают, а вот сам Генедич сказал, что не надо, а потом я рассказал, что не надо стадировать, а потом говорите своим учителям в глаза смотрите, вы же это только что сказали, я сказал, что вы исполняете меня в стадировании, в стадировании, в стадировании, в стадировании, да. Уважаемые коллеги, позвольте в двух словах мне поделиться своим втеклением от сегодняшней нашей конференции, первое, что хочу сказать, с уважением отношусь к Евгению Владимировичу, более того, не скрою, что у нас связывают давние дружеские отношения, но считаю и поддерживаю тот постулат, что публичные должна быть дискуссия. И вот послушайте, пожалуйста, что касается в отношении несостоятельности культибронха. 10 или 15 лет назад в нашем институте был организатором международной конференции в Голландии касаемо таракальной хирургии, и нам, как организаторам, спросили, ну, какой вопрос вы хотели бы обсудить на конференции? Мы говорим, а давайте обсудим проблему несостоятельности культибронха. Они сделали большие глаза и сказали, у вас что, есть такая проблема? У нас ее нет. И вот время прошло, и я с чистой совестью говорю, что проблемы несостоятельности культибронха сейчас нет. Да, мы воспитывались на том, что правосторонняя пневмоноктомия, короткая культя, велика вероятность несостоятельности. Господа, это время ушло. Появились новые классы антибиотиков, сшивающие аппараты вручную, мы стали по-другому сшивать. Да, есть случаи несостоятельности, но назвать это проблемой конечно нет. Мы знаем, почему происходят эти случаи несостоятельности. Мы знаем, как с ними бороться, мы знаем, как их предотвращать. Был период, когда в предоперационном периоде мы чего только не предпринимали для того, чтобы, так сказать, улучшить эти результаты. Сейчас этой проблемы нет, я подчеркиваю. Случаи есть, но проблемы этой нет. Второе, что касается моего общего впечатления от услышанного сегодня. Я рад, вы знаете, что наше общение проходит в таком формате, что каждый представляет не только мировой и не столько мировой опыт, сколько собственный опыт. Вот это самое дорогое, самое рациональное, то, что мы можем почерпнуть друг от друга. Интересный доклад касаемый фотодинамической терапии. Для меня он интересен чем? Тем, что да, мы тоже занимаемся фотодинамической терапией. Сейчас я не хотел бы представлять, что называются наши результаты, но они действительно есть и они, я скажу так, обнадеживающие. В этом смысле, конечно, мы могли бы как-то кооперировать усилия. То, что касается вашего предложения, Евгения Владимировича, поставить во главе любого исследования, я считаю, что он, конечно, достойен и заслуживает, но, господа, надо четко себе понимать, что это вообще такое. Любое рандомизированное исследование, это сумасшедшие деньги. Это надо прекрасно понимать, кто, откуда и как. Сотрудничать, делиться впечатлениями, опытами, подходами, да, но взвалить на него, прежде всего, на себя, ношу проведения подобных исследований, думаю, что это нереально. Спасибо. 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 Всем хочется поговорить, я тоже не исключение. Вы знаете, для меня очень важно, мне очень приятно, что так хорошо организована конференция, я хочу поблагодарить Алексея Степановича, Евгения Владимировича и поздравить с программой такой, потому что мы сегодня не говорим о маленьких торокоскопических операциях, мы говорим о том, что любят делать хирурги. А за границей сегодня, и те, кто ездит, не дадут соврать, сегодня такие операции, в принципе, не обсуждаются уже, и там говорят о маленьких, чем меньше прокол, тем, так сказать, больше хирург и так далее. И вот почему я как-то, почему так происходит, почему мы любим так оперировать, а говорим о другом, особенно за границей. Сегодня в мире внедрён такой очень неудачный термин, по-русски он звучит «доказательная медицина», этот термин, на мой взгляд, я вообще часто говорю в разрез тенденциям. Сейчас я говорю это первый раз, этот термин неудачный с точки зрения перевода с английского, этот термин вообще не по-русски звучит, и непонятно, что он имеет в виду. Если мы говорим о медицине, основанной на доказательствах, то мы никогда не сможем доказать, операция лучшая или химиолучевая терапия, потому что это всегда разные два больных. И в этом плане никакой доказательной медицины в отношении рака лёгкого местного распространения не может быть. Поэтому об этом не говорят, как я думаю. В то же время, мне вот недавно повезло, я считаю, это большой удачей этого года, вот в своей жизни, я имел честь видеть и ассистировать, как оперирует Евгений Владимирович. Я думаю, что я много умею и знаю, и я неплохой хирург, но то, что я видел, я думаю, что это ещё больше улучшит мою хирургическую практику. Евгений Владимирович, спасибо. Это была блестящая операция, я бы так не смог, теперь, может быть, я так смогу. И вот, что гораздо важнее, это опыт хирургии. Вот я увидел, я теперь это попробую, и, наверное, у меня получится. Если бы я этого не видел, ни одно доказательство, тысяча статей, идиотских, извините, по лимфоузлам и так далее, они не помогут мне стать лучшим хирургом и моим ученикам научиться оперировать. Поэтому мы должны видеть друг друга в операционной. Все мы оперируем по-разному, у всех разные подходы, у каждого есть сильные и слабые стороны. Вот это гораздо важнее, чем все вот эти статьи. Если я напишу статью на английском языке, пошлю в журнал, и мне скажут, а где же вы не делали медиастеноскопию, мы вашу статью не примем. Я не уверен, что мне хуже будет. Я думаю, им будет хуже, потому что они публикуют статьи, ничего не несущие, но там четко медиастеноскопия, эндоузи и все, а в результате выполнена краевая резекция легкого. Вот это эмоциональное выступление, особенно мне важно, что я делаю его не в среде хирургов, а в среде онкологов. И еще одну вещь важную я хочу сказать. У меня был в жизни короткий период, когда я, как хирург, руководил эндоскопической службой и химиотерапией в отношении рака легкого. И вот в этот короткий период, там года 3-4, мы сделали очень много. Сегодня, к сожалению, у меня отняли эти вот... Мы должны не по принципу метода лечения кооперироваться, а по принципу органа. И если хирург, а должен руководить обязательно хирург, не терапевт, иначе ничего не получится. Хирург должен знать, когда прекратить химиотерапию. Хирург должен знать, когда эндоскопист должен вмешаться с инвазивными лечебными процедурами. Это требует пересмотра вообще правил организации медицинской помощи больным, в частности, вот, раком легкого. Так нигде нет в стране, но так есть в Европе. И надо просто посмотреть, как это делается там. Ну, вот такие эмоции. Спасибо. Спасибо. Я сразу хочу сказать, что мне очень понравилось сегодняшнее заседание. Оно такое было, оно эмоциональное было. Но мне хочется заострить внимание на, так сказать, на следующем вопросе. Что касается больных раком легкого, распространенным, то, к сожалению, время, то, когда, что показывает, опыт каждого, оно, к сожалению, проходит. Мы в настоящее время, и с этим приходится существовать, и в ближайшей, я думаю, в ближайшей перспективе это все будет усугубляться, мы находимся в жестких экономических рамках в плане лечения больных. И с каждым днем эти рамки все сужаются и сужаются. Поэтому отбор больных, хотим мы того или не хотим, он в ближайшее время станет очень остро. И поэтому все эти вопросы, и Европа это все уже, видимо, прошла, и мы только догоняем это с интервалом там 15-20 лет. К сожалению, в ближайшее время нам с этим тоже придется мириться, и придется это принимать. К сожалению, отбор больных, он станет на первый план, потому что экономические затраты по лечению осложнений, по лечению осложнений наших уникальных операций, а не руководителем клиники, которые в настоящее время многие являются, так сказать, менеджерами здравоохранения, они абсолютно не нужны. И этому будет, и ведущим хирургам в ближайшее время будет указано строгим образом. Поэтому, как бы мы там хотели, не хотели, но вопросы отбора больных тщательного стадирования, они сегодня уже стоят остро на повестке дня. Ясно одно, что чисто хирургическим путем больных местно распространенным раком легкого лечить невозможно, это не решит вопрос. Так же, как и ни один консервативный метод лечения в самостоятельном плане также не вылечит ни одного больного раком легкого. Всем это хорошо известно. Поэтому интересные методики, которые в настоящее время используются и предлагаются в виде, ну, неодиеванты, она уже не очень интересная, но в плане комбинации различных вариантов, в плане фотодинамической терапии как компонента комплексного воздействия либо гипертермии, они требуют, естественно, накопления материала, анализа. И что касается фотодинамической терапии гипертермии, наверное, это найдет свою нишу в ближайшем будущем. Что касается больных с мистетическим опухолем легких, то здесь это вообще очень разнородная, совершенно разнообразная группа больных, где вообще никакая рандомизация невозможна. Фактически каждый больной, без исключения, пожалуй, что солитарного метастаза в легкое, является уникальным в плане выбора лечебной тактики. И в большинстве случаев тактика лечения больных с мистетическим поражением легких, особенно множественным, это строится строго по индивидуальному плану. Там оценивается масса факторов прогноза, и свести все это в несколько графиков, в несколько факторов, влияющих на выживаемый, к сожалению, ни сейчас, ни в ближайшем будущем не получится. Слишком там разнообразная группа больных по гистологической структуре, по своему биологическому поведению, по локализации, количеству очагов и так далее. И в целом, хочу сказать, что, конечно, такие заседания, когда остается время для дискуссии, они более плодотворны, чем когда есть строгие ограниченные рамки 5-7 минутами для доклада. Сегодня мы заслушали массу интересных сообщений, и самое главное, оживленную дискуссию, которая, я думаю, будет способствовать нашему, так сказать, совместному дальнейшей работе. Благодарю за внимание. Спасибо. У кого-то есть настоятельное желание? Мы, как бы, уже подходим к финишу. Если нет, я хочу, ну, несколько замечаний, все-таки, как... Пожалуйста, пожалуйста, я... Ну, я где-то у вас... Спасибо. Извините. Извините. Я хотел свою точку зрения, как хирурга с 35-летним стажем, хирурга таракального, который начинал, и свое мнение о видении этой проблемы, которую сейчас обсуждаем. Если можно... Я очень коротко. Я, Нохрин Алексей Витальевич, работаю в городском онкологическом диспансере города Санкт-Петербурга. По поводу распространенных опухолей, оперировать, которые мы оперируем, бронхопластических, пенкоста. Так вот, я скажу свое мнение. И мнение достаточно уже, которое сформировано у всех нас. И не надо себя обманывать. Я поддержу Петра Казимировича. Пятилетняя выживаемость она практически отсутствует при опухоле пенкоста. По поводу претердна... Ну, по поводу лимфоденектомии и Н2. Оперировать Н2 с врастанием в верхнюю полую вену это безумие. Отдаленные результаты они ужасающие. И я хочу сказать свое мнение. Я вижу этих больных из разных учреждений. И у нас этого хватает добра. Н2 вообще оперировать нельзя. Для чего мы все это... Я двумя руками поддерживаю Петра Казимировича о разумности и по поводу несостоятельности культи. Эта проблема, к сожалению, существует. Она существует, но не будем себя обманывать. А тем более после лучевой химиотерапии. Процент гораздо выше. Пускай это не так ужасающе, как это было в 60-е годы, но он есть. Он усугубляется после лучевой химиотерапии и лимфоденоктомии, которую мы выполняем, которую Евгений Владимирович правильно говорит, надо выполнять. Но это редукция кровоснабжения и влияние лучевой химиотерапии. Несостоятельности они обязательны. Это в западной литературе сплошь и рядом. Это по поводу несостоятельности и лечения этой проблемы не существует. Лечения комплексного. И моя точка зрения на протяжении всего опыта, то, что я имею, хирургическое лечение таких больных, оно бесперспективно. Мы с Петром Казимировичем достаточно много больших операций выполняли и с пластикой полибронхиальных, и резекцией легочной артерии, и резекцией верхней полой вены, чтобы результаты удручающие. Да, действительно, какие-то выживали больные. Во-первых, процент несостоятельности, осложнений, тромбозов в те времена достаточно высокий был, но он сопоставим вот с сегодняшним, то, что Евгений Владимирович представил. А результаты отдаленные, они вообще ни в какую... Это я сейчас вижу по результатам, когда больные приходят на химиотерапию с рецидированием. Я говорю о торокоскопических операциях тоже. Какое количество местных рецидиров через месяц, через два после видеоторокоскопии с Т1. Господа, я, конечно, согласен по поводу того, что надо выполнять эти операции, но не надо же огульно всем выполнять, что мы можем выполнять. Это точка зрения хирурга, онколога в первую очередь. Спасибо. Сейчас, сейчас... Я согласен со всем, что сказал. Алексей Викторович, да. Я абсолютно... Если вы согласитесь, что есть верхняя доля, и тот первый лимфоузел, который считался Н1, он оказывался в средостении, и он единичный. И что этому пациенту отказать? Если это нижняя доля и метастаз в средостении, то это уже он прошел путь, и все брохопульмональные лимфоузлы, это совсем разные вещи. Давайте не смешивать все мухи отдельно, а все другое отдельно, кашу отдельно, котлеты отдельно. Если при одиночном... Это уже доказано, это французское исследование, что такое хирургический Н2 и не хирургический Н2. Единичный узел средостенный, который оказался метастатическим, выживаемость соответствует даже не третьей стадии, а второй стадии. А если это балки, вот туда не надо лезть. Это точно. А вот если есть у пациента синдром с давлением верхней полой вены, и пациенту говорят, лучевой нет, химия лучевой нет, химия нет, и говорят, а вам осталось один месяц, сколько вы дадите пациенту с раком легкого, который с синдромом с давлением верхней полой вены? не надо оперировать, говорите, вы говорите, и это месяц пациенту остался, а мы берем и просто шунтируем брахицефальную вену в правый желудочек и проводим химия лучевую терапию, и пациент полтора года живет. И вы говорите, не надо оперировать? Я не согласен. Спасибо. Сейчас, одну секундочку, сейчас, одну секундочку. Вот вы назвали свой стаж, я понимаю, я с уважением отношусь. 55 лет, но это неважно. В 1974 году я был в командировке в институте Жюль Борде, это в Брюсселе, и профессор его работы известный, Патрик Вандергув, он опубликовал работу, и я этих больных видел по поводу Пенкоста. Но Пенкост там шел всегда после лучевой терапии. И там были конкретные результаты. Не думаю, что этот уважаемый для меня профессор свои результаты как-то сфальцифицировал. Я сегодня, я уже сейчас не оперирую, я это говорю, но я вижу больных, которые, скажем, 25-30 лет уходили где-то в течение 6 месяцев. Сегодня некоторые операции, о которых вы говорите, не надо делать, они живут 2, 3 и 5 лет. Но это же факты. Поэтому никакой опыт не может заменить факты. поэтому я консерватор, потому что все старики консерваторы, но мы должны смотреть на вещи, не пользуясь какими-то эмоциями, своим опытом, а опытом и многих других учреждений. Поэтому мое предложение остается в силе. Надо объединить опыт не всех учреждений, но тех учреждений, которые имеют и богатый опыт лечения этой патологии, те учреждения, которые смогут производить дооперационное обследование в должном объеме, с изучением всех современных, и чтобы мы смогли через какое-то время встретиться и решить вопрос, стоит вот этот метод дополнительный делать или нет. Сегодня ведь никто не говорит, что хирургия, в том числе таких тяжелых и запущенных случаев является методом выбора. На эту хирургию идут в первую очередь с надеждой на наличие новых препаратов, которые помогут и продлят жизнь этим тяжелым и несчастным больным. Поэтому ни в коем случае не могу согласиться с вами, что нельзя оперировать Н2. Могу конкретно на день медицинского работника меня поздравил Гороховский, который может вы, если могу конкретно обозвать человека, который сам поэт, ну, в общем, литературу вед, который 20 лет исполняется после того, как я ему выполнил расширенную пневмоноктомию слева с множественными метастазами в артальное окно. И он жив 20 лет. Как вы думаете, нельзя оперировать Н2? Ну, коллега, извините, это нонсенс. И не думается, что большинство сидящих в зале согласиться с вами не могут. Несмотря на ваш опыт, на то, что вы действительно уважаемый хирург, я знаю вашу, так сказать, деятельность и так далее. Но вот кидаться такими словами не надо. Есть факты, доказательная в том числе медицина, которая существует и у нас, и за границей, которая говорит, что надо в определенных случаях, а чтобы решить, когда именно надо делать такие операции. Вот мы и собрались, чтобы обсудить и подумать, когда это надо делать, а когда, может быть, не надо. Поэтому я не потому вот прекрасный доклад коллектива подругого Сумфаршина, но там есть только действие. К сожалению, там нет ни глубоких, чисто онкологических, так сказать, но эти операции сделаны, наверное, они части больным и показаны, но для того, чтобы это все решить, мы должны это подумать и взвесить. Поэтому, так сказать, мы и собрались сегодня здесь ведущие специалисты с тем, и я абсолютно согласен со всем, что сказал Петр Казимирович. Так, мы с ним уже в течение многих лет работаем вместе, и тот факт, что в Петербурге в тезиатре, я подчеркиваю, в тезиатре и пульмонологи, и онкологи работают вместе, это заслуга в том числе и профессора Александра Ивановича Ракова, руководителя нашим институтом, нашим отделением, который понимал, что решение проблемы рака легкого это не только проблема онкологов, это проблема и в пульмонологии, и в тезиатре, и вообще всех врачей. Вот многие из вас не были на заседаниях, которые проводились в отношении скрининга рака легкого, сегодня он не может быть использован в популяционном, так сказать, режиме, но говорилось о том, что это дорого, но поймите, что если сделать этот скрининг совершенно четким, с выделением четкой группы риска у пациентов, которые могут, он в значительной степени позволит исключить вот попадание таких больных, запущенных, которые есть. Говорилось очень много и в отношении предупреждения, это тоже есть, но мне кажется, сегодня действительно состоялась дискуссия настоящая, неформальная, и каждый выступающий, он, конечно, имеет свой резон и свой опыт. И еще раз повторяю, было бы хорошо объединить опыт многих замечательных таракальных и не только хирургов, и онкологов, и пульмонологов, и фтизиатров, в том числе, подчеркиваю, которые смогли бы работать по единым правилам, чтобы не было, так сказать, какой-то непонимания, это касается и дооперационного обследования, это касается и выполнения самых операций, и самое важное, чтобы мы получили четкие морфологические доказательства той и иной биологической активности, от этого очень много будет зависеть, и дополнение каких-то лекарственных препаратов. Если нет таких жгучих вопросов, тогда позвольте мне поблагодарить вас всех за то, что вы уделили вот этому заседанию свое внимание, и согласитесь, Петр Казимирович, оно было неформальным, оно было живым, оно было не ущерб каким-то личным. неформальным, оно было неформальным, Продолжение следует...